Как защитить рабочие места от научно-технического прогресса и инноваций? Такой вопрос оказался в центре дебатов на Брюссельском экономическом форуме, организованном Еврокомиссией. Государственные деятели и эксперты отмечали, что за минувший год европейское хозяйство быстро переходило на цифровые технологии, реальностью стал искусственный интеллект, а компьютеры научились превосходить людей в решении некоторых когнитивных задач. Еврокомиссар по экономике сформулировал главный вопрос форума несколько иначе. Как сделать Евросоюз более конкурентоспособным, сохранив при этом лучшие свойства его социальной модели? Это должно быть конкурентоспособным. Я не думаю, что мы имеем в виду альтернатива. Наши модели социальной модели показал быть довольно эффективным и сильным. Мы прошли до исторической крисы, в пандемическом форуме и экономическом форуме. На брюссельском форуме отмечалось, что за минувший год Пиренийский полуостров показал для всей Европы хороший пример повышения конкурентоспособности в эпоху цифрового и зеленого перехода. Министр в социалистическом правительстве Испании сказала, что, по ее мнению, допустимо государственное вмешательство в сферу энергетики. Выступавшие представители профсоюзов указывали, что правительства должны больше вкладывать средства в образование, профессиональную подготовку и помогать людям приспосабливаться к меняющемуся рынку труда. Они призвали ослабить правила госдолга и бюджетного дефицита.